Всем привет! Если вы смотрите наше Breakfast Show, вы легко ответите на вопрос, кто такой Юрий Федоров? Это же военный эксперт, скажете вы, и будете совершенно правы. Каждое утро он оценивает у нас обстановку на фронтах, поставки оружия, военно-политические решения, делает прогнозы развития ситуации в этой войне. Конечно же делает это он не только у нас на канале. Но каков бэкграунд Юрия Федорова? Откуда он, грубо говоря, взялся? Кем работал в советское и постсоветское время? Чем он вообще занимается, кроме комментирования военных действий? Со всеми этими вопросами я решил обратиться к самому Юрию Федорову. Из этого интервью вы узнаете, что он за человек, где он работает, как он уехал из России, почему и многое другое. Если во время просмотра вам придет в голову поставить лайк или подписаться на канал, пожалуйста, не сдерживайте себя. И вам ничего не стоит, и каналу полезно. Юрий Евгеньевич, давайте рассказ о вас начнем с, собственно, вашего детства. Где вы родились? В Москве. В Москве. И потом, видимо, была какая-то школа там и так далее, а потом вы пошли на физфак МГУ? Это точно, да. Учился я на физфаке, даже его окончил. А почему, почему физфак, почему вы выбрали его имя? Ох, ну тогда это было давно. И тогда физики были в большом почете по отношению к лирикам. Была такая дискуссия физики и лирики. Было очень важно идти в физики. Что, собственно, я и сделал. К удивлению своему, даже поступил на физфак с первого раза. Хотя сказать, чтобы я очень готовился к этому, но не могу. Но так вот повезло, видимо. Но каким образом потом складывалась ваша жизнь? То есть вы работали по специальности, например? Нет, а потом как-то вот тоже была такая мода. Это было начало 70-х годов, когда многие выпускники естественных вузов, естественных, научных, инженерных, они шли в социологию. Ну, политологии тогда не было, как науки. И слова такого вообще никто не знал. Но социология уже появилась. И я два года работал в институте, назывался он тогда конкретных социальных исследований. Потом он стал институтом социологии. Потом разделился уже сейчас на много разных социологических институтов. Тогда это был первый в стране институт. Был там такой известный, в общем, ну, тогда, по крайней мере, человек Борис Андреевич Грушин, который был первым в Советском Союзе, кто начал заниматься опросами общественного мнения. И было огромное исследование, которое он затеял. Назвалось исследование стандартного, ну, не стандартного, я сейчас уже называю это как-то по-современному. Исследование нормального советского города. В качестве такого города, среднего города был выбран... Модельный такой. Ну, модельный, да. Вот был выбран Таганрог. Его исследовали вдоль и поперек, изучали, как население, общественное мнение реагирует на те или иные события, как каналы формирования общественного мнения. Соответственно, газеты, телевидение, слухи тоже как-то вот пытались выделить как источник информирования. И каналы воздействия общественного мнения на социальную, на политическую власть. Как вот влияет, не влияет, а если влияет, то как. Как изучались, например, письма трудящихся в партийные органы. Чего трудящихся волнует. Ну, и как партийные органы на это реагируют. Это у нас какие годы? Это, значит, конец 60-х, начало 70-х. Ранний Брежник, понятно. Ну, да, это вот уже такой был, я бы сказал, средний Брежник. Средний. Средний, еще не наступил период, когда начались всякого рода мракобесные явления. Тогда, в общем, более или менее, как-то к такого рода исследованиям относились более или менее приятно наверху. Тем более, что, ну, тогда, значит, партийных органов, ЦК были люди, в общем, считавшие, что это небесполезно. Надо, в общем, знать, как население реагирует на власть, что оно думает и так далее. Чем живет народ, так сказать? Ну, да. Много интересного узнали за это время, чем народ живет? Я должен сказать, что я не доработал до конца этого проекта. Не доработал до конца этого проекта. Потом, ну, как физика и так с уклоном в математику, оказалось, что в Институте мировой экономики и международных отношений появилось такое направление «Математические модели международных отношений». И вот я туда и подался, в аспирантуру. Вообще трудно себе представить, что в 70-е годы в Советском Союзе изучали математические модели международных отношений. Ну, мы сейчас знаем, что математические модели – это вообще основа экономики. Математики премию получают, Нобелевскую не дают математикам, но за экономику они получают. Но чтобы в 70-е годы в Советском Союзе это изучали, честно говоря, для меня это само по себе открытие. Нет, тем не менее, все это было. Правда, из этого, должен сказать, ничего не получилось, потому что, ну, как сказать, слишком все сложно, и какие-то такие математические уравнения, они оказались совершенно бессмысленными. А вот из этого получилось в конечном итоге, ну, работала некая группа в этом институте, которая разрабатывала вот нестандартные методы исследований. И руководил ей мой научный руководитель, замечательный совершенно человек, Владимир Израильевич Гантман, который начал с того, что он задумал большой проект изучения буржуазных теорий международных отношений. Потому что об этом никто ничего не знал. А на Западе, в том числе, ну, прежде всего, в Соединенных Штатах было огромное количество разного рода школ и исследований, написано было огромное количество книг по теории международных отношений. И вот он начал с того, что вот как написал, ну, вместе с коллективом Сеттера, где, которым он руководил, написали несколько книжек на эту тему. И вот одним из направлений вот этих теорий западных, тогда они назывались буржуазные, ну, чтобы... Ну, да. ...соблюсти идеологическую чистоту. Вот были попытки международных математических методов. В конечном итоге все это вылилось в создание методики ситуационных анализов, которые очень полюбил тогда Евгений Максимович Примаков, который был замдиректора этого института. И он даже получил за это государственную премию с разработкой вот этих ситуационных анализов. На самом деле все это очень просто. Собирали специалистов, раздавали им некие четко сформулированные вопросы. И затем, значит, после беседы, после того, как они отвечали на эти вопросы, кратко, но и без, старались без всяких, всякой идеологии, вот задавался вопрос, каково влияние КВС на, условно говоря, каналы влияния Соединенных Штатов на президента Египта Анвара Садата. Это вот, как сейчас помню, был такой ситуационный анализ. Но люди отвечали, кто как умеет. После этого собирают, значит, писалась некая докладная записка или аналитическая записка, и все были довольны. Понятно. Ну, в общем, правда, Советскому Союзу это мало помогло в результате, но тем не менее. Ну, ему ничего не могло помочь, потому что влияние этого на всяких бумаг, которые сочинял этот институт, на политику, был довольно слабым, особенно в то время. Ну, с другой стороны, вот и ММО РАН, да, и ваши занятия там. Я еще прочитал, что вы были сотрудником Королевского института международных отношений. Все это про дипломатию, а не про войну. Вы долгое время занимались изучением того, что называется дипломатическими отношениями, по сути. Нет, вот когда я написал диссертацию кандидатскую, после этого я, это было в середине 70-х годов, после этого я переключился на исследование, изучение проблем разоружения, собственно, военно-политических проблем, которые тогда назывались, ну, прежде всего были связаны с разного рода переговорами по разоружению, ну, и пришел, и вот с тех пор занимался в основном военно-политическими проблемами. Опять же, это было разоружение, это были всякого рода военные проблемы. Ну, как, поскольку в армии никогда не служил, слава богу, нужно было читать много книжек, в основном западных, из которых все было написано, и про советскую армию, и про американскую армию. Вот, ну да, вот в середину 70-х годов я занимаюсь, и занимался, и занимаюсь военными проблемами. А что касается Королевского института международных отношений, это было уже в 2006 году, да, там работал пару лет, но это уже был первый этап отъезда из России. После этого я уже в Россию не возвращался. Да, про отъезд из России еще поговорим. Я бы хотел, вот, значит, перекидывая мостик в сегодняшнее время, спросить вот что, нынешние военные и политические решения, решения, касающиеся вот того, что мы называем геополитикой, не знаю, признаете ли вы существование такой сферы или нет, но, тем не менее, лежат ли они корнями в Советском Союзе? Ну, поскольку вы можете оценить это долгое время, проработав вот над всеми этими проблемами именно и в Советском Союзе, и в постсоветской России. Ну, в общем, да, конечно. Во-первых, тот же самый механизм принятия решений, разница лишь в том, что в Советском Союзе конечные решения принимались коллективным образом на политбюро, где, соответственно, там члены политбюро, в том числе уже в поздний Брежневский период, туда входили руководители всех силовых ведомств, и министр обороны, и министр иностранных дел, и шеф КГП, все они, и начальники, и руководители секретарь СК, отвечавших за военную промышленность, все они были, в общем, среди высшего руководства, и принимались решения коллективно. А вот в постсоветской России решение принимается фактически одним человеком. Это президент, будь то Ельцин, будь то Медведев или Путин, существующий при нем Совет Безопасности, это орган консультативный. Президент может либо соглашаться, либо не соглашаться с мнением членов Совета. Ну, сейчас как-то вообще похоже, что даже Совет Безопасности никаких серьезных вещей не обсуждает, а если обсуждает, то только с тем, чтобы согласиться с мнением Путина. А что касается содержания, ну, я бы сказал, что начиная с позднего, среднего, прежнего, вот с того момента, когда как-то чего-то я начал немножко понимать, как это все устроено, получается, таким образом, в советское время очень боялись войны, причем боялись даже военные, они, правда, реагировали на это своеобразно, чем больше у нас оружия, тем лучше. Ну, вот такая была общая мысль. А политическое руководство, в общем, достаточно осторожно подходило к отношениям с Западом, но старалось переносить все противоречия, в том числе и военные области, там, где был риск военного столкновения, в Третий мир. Вот там, в Анголе, где-нибудь там, в Никарагуа, кубинские советники войска, советские советники, в Эфиопии, во многих странах, в общем, это было. Я как раз хотел спросить, а как же Афганистан? Вот с Афганистаном произошло иначе, но в Афганистане тоже прямого столкновения с Соединенными Штатами не было. Американцы вооружали, после некоторых размышлений, кстати говоря, довольно длительных, они несколько лет решали, оказывать помощь афганским манджахетам или не оказывать. Если оказывать, то в каком виде и насколько. И вот было недавно, я наткнулся на любопытные воспоминания шефа резидентуры циверов в Пакистане, который описывал, как, ну это было уже, уже когда война шла, была в полном разгаре, когда сопротивление было очень сильное. Но вот тогда в Штатах решили поставлять в Афганистан стингер. И после того, как долго они обсуждали, были за и были против, ну так же, как сейчас обсуждают вопросы военной помощи Украине, так и тогда обсуждение шло относительно того, сколько и можно ли подставлять эти стингеры манджахетам, или они попадут в чужие руки, и как этих манджахедов обучать. Оказалось, что очень просто, в общем. Обучались быстро. Любопытная книжка. Так что очень многое повторяется. Но сейчас, ну и тогда, тогда в советское время, особенно уже при Горбачеве, как-то пытались более или менее адекватно оценивать и собственные силы, и силы Запада. И старались особенно не провоцировать Запад. Хотя был период очень опасный при Андропове. И уже после, когда было, значит, развертывание ракет в Европе, новых СС-20, такие были замечательные, знаменитые, такое словосочетание, очень популярно, очень широко обсуждалось. Ну, как сейчас, «Хаймарс» стало уже таким мемом, да? Тогда в политической риторике термин СС-20, он очень был популярен. Вот тогда был очень опасный период. Но в конце концов, Горбачеву удалось как-то из этой проблемы выйти и договориться об уничтожении всех ракет в средней и меньшей дальности. А так, если говорить о сегодняшнем дне, нет, мне кажется, главное отличие заключается в том, что политика все больше и больше определяется личными особенностями Путина, его личными, какими-то, его личной одержимостью и очень скверным пониманием того, чем это может кончиться и каково реальное соотношение сей. То есть, грубо говоря, нынешний Путин гораздо больше в этом плане там самодержец или, по меньшей мере, там самостоятельный, нежели Брежнев конца 70-х годов, когда он принимал решение о вводе войск в Афганистан. Ну, когда принималось решение о вводе войск в Афганистан, никто не думал о том, что это может привести к столкновению с Соединенными Штатами. Хотя, вот, читая воспоминания об этом, можно предположить, что Андропов и, ну, прежде всего, Андропов и КГБ добивались, значит, запугивали политическое руководство Брежнева тогда и Громыка тем, что американцы вот-вот войдут в Афганистан, развернут там ракеты, нацеленные на Советский Союз и так далее. И вот одним из аргументов, который использовал КГБ, хотя ничего подобного в общем не было, никаких намерений в Соединенных Штатов входить в Афганистан не было. Они обожглись во Вьетнаме и очень не хотели ввязываться в какие-то новые войны в этих в третьем мире. Но тем не менее вот такой аргумент был. То есть я сейчас извините, что прерываю, но на самом деле это не то, чтобы сильное открытие для меня, но все равно удивительно. Получается Андропов человек, которым судя по всему восхищается Путин. Он мыслил ровно так же, как мыслит Путин сейчас, что все есть результат геополитического противостояния и и мы должны ударить первыми или там войти куда-то первыми для того, чтобы туда не пришли американцы. Вот ровно то же самое, что ровно та же самая риторика, что сейчас про Украину. Ну, очень похоже, да. Но это вообще стиль, насколько я понимаю, мне трудно судить, потому что документы какие-то появляются сейчас в открытом доступе, очень немного и в разного рода воспоминаниях. людей, которые сведущие были в этих делах. Но, в общем, такова логика мышления, таковы вот эти самые стереотипы типичные для разведки. Вот мир представляется таким полем каких-то заговоров разного рода конспирологии. если если не мы, то тогда нас где-нибудь ущемят, против нас плетут постоянные заговоры. Ну, как я понимаю, это достаточно типичный стиль мышления разведчиков, чекистов и так далее. Как вы встретили перестройку Горбачева, а потом упадение Советского Союза? Ну, перестройку, как многие тогда в Москве, кто ну, как-то уже более-менее разбирался в том, что происходит, ну, по крайней мере, интересовался, разбираться, конечно, было очень трудно, но интересовался. Как и многие в институте, да, это было встречено очень позитивно. Ну, я не говорю о том, что физически совершенно другой человек вместо этих больных полумертвых полумертвых лидеров появился сравнительно молодой, более-менее свободно говорящий, не говорящий вроде бы разумные вещи, действительно разумные вещи. Потом институт получил, когда директором института стал Александр Яковлев, его значит, из... Один из архитекторов перестройки. Ну да, он несколько лет возглавлял институт и был таким с 82-го по 85-й год, по-моему, да, по 85-й. Он был одним из советников Горбачева, сначала неофициальным, но достаточно близко Горбачеву находящимся, а потом уже его стали назначать на всякого рода такие партийные посты высокие. И вот институт стал одним из, скажем, разработчиков того, что называлось новым политическим мышлением. Постоянно из аппарата Горбачева шли задания, подумайте, как ответить на такой вопрос. Ну, там сейчас уже смешным все это кажется. Тогда очень важно было подвести марксистско-ленинскую основу под те или иные инновации международно-политические, доказать, что это все и есть истинный марксизм, истинный ленинизм. Ну, вот это сейчас уже выглядит смешным, но тогда идеологические такие разработки они считались очень важными и правильными с тем, чтобы спасибо уже Горбачева не обвинили в ревизионизме и прочих нехороших делах. Ну, попытки-то были. Были, конечно. Попытки были многочисленные. Не могу молчать вот это вот все. Ну, естественно, не на Андреева, но это уже был поздний Горбачев. Егор Кузьмич Легачев вот это все, да. Да, и вот, да, институт тогда работал довольно интенсивно, но вот скорее в таком плане идеологическом, хотя параллельно были, ну, вот то, чем в какой-то мере я занимался, были конкретные какие-то рекомендации, настолько, насколько можно было эти рекомендации давать по военно-политическим проблемам, потому что вопрос, скажем, о тех или иных соглашениях по разоружению, он был в центре борьбы между МИДом и военными, военные очень осторожно к этому подходили, но я бы не сказал негативно, они понимали, в общем, в конечном итоге, что такие соглашения необходимы по ограничению стратегических вооружений, обычных вооружений в Европе, а я, в общем, понимали, да, это нужно, но очень сопротивлялись, когда речь шла о конкретных некоторых положениях. На МИД на оборону выступал, при Шеварднадзе это было, МИД выступал очень решительно в поддержку этих соглашений, вообще считал, что нужно идти гораздо дальше, чем мы идем, чем тогда шло руководство, в том числе и Горбачев, и вот тут приходилось как-то, ну и МИДовцы заходили и как-то советовались, а что можно ответить вот на то или иное возражение со стороны военных. Ну, а, кстати, вот, если возвращаться в Советский Совет, мы все время так или иначе возвращаемся к этому, поскольку, конечно, базис он во многом там лежит, и многие нынешние руководители, они, конечно, из Советского Союза тоже. Вот, возвращаясь к Советскому Союзу, что можете сказать о противостоянии ведомств или противоречиях внутри ведомств? Смотрите, у нас есть компартия, которая, типа, правящая, у нас есть КГБ, во многом определяющая тоже жизнь, у нас есть Министерство иностранных дел, занимающиеся так или иначе внешней политикой, ну и, возможно, еще какие-то игроки. Вот на сломе эпох, насколько важную роль играли противоречия между ведомствами, так сказать, между игроками? Очень большую, очень большую, потому что, ну, если не углубляться в Италии, там по каждому конкретному вопросу там были разные точки зрения, но в целом уже где-то начиная с 87-го года Министерство обороны и Генералитет были очень озабочены тем, что продвижение того, что называлось перестройкой, значит, новым политическим мышлением, новыми отношениями с Западом, что оно подрывает интересы Советского Союза, ну и за этим стояло вполне ясно ведомственные интересы, потому что военный генералитет, высшее военное командование имели практически неограниченные ресурсы, неограниченные только общим потенциалом Советского Союза, и они очень боялись того, что дальнейшее разоружение как налаживание отношений с Западом приведет к тому, что ресурсы, которые выделяются в их распоряжении будут все меньше и меньше, что в общем и происходило на самом деле уже правда в самом конце. Министерство иностранных дел при Шеварднадзе выступало в качестве основного мотора нормализации отношений с Западом. Что касается партийных ведомств, насколько я понимаю партийных органов, там были сторонники разных точек зрения, были те, кто поддерживал Министерство иностранных дел, в том числе и некоторые помощники Горбачева, Черняев, Шахназаров, некоторые другие, они в общем настаивали на нормализации отношений с Западом, прекращение конфронтации и так далее. Очень острые были споры по поводу того, что делали с социалистическим содружеством. Военные были крайне озабочены тем, что процессы, происходящие в соц. странах, грозят развалом Варшавского договора и, соответственно, выводом советских войск из Европы. В министерстве иностранных дел к этому относились как-то нейтрально, как я понимаю. А вот советники Горбачева по партийной линии, они говорили, а мы не можем предотвратить эти перемены. Что в Чехии, в Чехословакии и так далее, что больше и так далее. Мы просто не можем, а что вы хотите? Вы хотите, чтобы мы вели войска и поступили так же, как в 68-м году в Чехословакии, но тут даже военные говорили, нет, это будет слишком. А раз мы ничего не можем сделать, значит, нужно стараться сохранить отношения с новыми или установить отношения с новыми властями так, чтобы были какие-то нормальные отношения. Ну, вот примерно такая позиция партии. В партийных органах скорее были озабочены тем, какова будет судьба партии в новых условиях, в условиях перестройки, потому что все менялось очень быстро и было понятно, что партии придется уйти с руководящих позиций. А вот что будет с нами, а как можно ли рассчитывать, даже вот в личном плане можно ли рассчитывать на какие-то партийные посты или нужно переходить куда-то в другое место, но их больше волновало скорее вот эти внутренние проблемы. Сохранится ли паек? Ну, естественно, да. Ну, как же. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите постоянно, уже пару раз мелькало, что то военные там боялись войны, то они вот говорили, что это будет уже слишком насчет ввести войска в соцлагерь и так далее. Вообще, возникает впечатление, что в позднем Советском Союзе, ну, даже начиная с 70-х годов, была гораздо более осмотрительная внешняя политика, чем сейчас у Владимира Путина. Может быть, за исключением там Афганистана, но уже после ввода войск в Афганистан точно совершенно гораздо более осмотрительная. С чем это связано? Владимир Путин гораздо больше уверен в себе или так не уверен в себе был Советский Союз? Ну, я не могу это объяснить, всеобъемлющего какого-то объяснения меня нет. Есть достаточно общее понимание того, что тогда руководство Советского Союза, и мне кажется, что это разумное объяснение, оно было очень-очень консервативно в том числе и в том смысле, что не хотело перемены, боялось перемен. Кроме Горбачева и там окружения Горбачева, которое настаивало на переменах, но там перемены были, я бы сказал, такие положительные. Атаку и при Брежневе главное не нарушить вот тот баланс, который существует в стране и около страны. Вот не изменять сложившуюся ситуацию. И с этим в общем были согласны военные. Они в общем не собирались не собирались воевать в Европе. Главная их забота была, что мы будем делать, если вдруг американцы начнут войну. Американцы начинать войну не собирались, но военных это заботило, потому что одним из факторов это был комплекс 22 июня, а тогда военное руководство и высшие генералы, они в общем имели личный опыт участия в войне, и вот это над ними доминировало. И это можно сейчас по воспоминаниям, по мемуарам это прослеживается. Но потом уже возник такой миф о том, что военные были категорически против перестройки, что они видели в перестройке огромные опасности, протестовали, но в общем, по-моему, ничего особенного они не делали. Они как-то стремились тоже сохранить свои позиции, в том числе и личные позиции, и слушались, и не осмеливались выступать против Гарбанчева, даже вот в августе 91-го как-то очень быстро, очень быстро слились. Но как, да, как по-вашему роль нынешней армии сейчас в российской внутренней политики, я имею в виду, она сопоставима с тем, что вот было в Советском Союзе? Черт его знает. Я думаю, что, ну, я думаю, что сейчас больше, потому что, просто потому, что при Путине, когда, когда примерно вот с 2008-го года началось восстановление военной, военной мощи, тогда Путин рассматривает и тогда и руководство страны, Путин рассматривает армию как важнейший инструмент и внешней политики, активной внешней политики восстановления там империи и всего прочего. И, соответственно, он идет на больше, больше уделяет внимание просьбам и требованиям военных, ну, по крайней мере, до войны, в Украине и склонен прислушиваться к их мнению, к их оценкам. Что происходит сейчас, не знаю, потому что все эти оценки военных, они оказались совершенно неправильными, ну, как и оценки разведчиков и прочих. давайте вернемся к вам и в какой-то момент вы приняли решение уехать, как это произошло? Ну, произошло это потому, что, начиная примерно с 2002-2003 года, ситуация в академических институтах и в МГИМО, я когда работал в МГИМО, она начала меняться, появились мелкие признаки того, что ситуация меняется, ну, например, стало необходимым при оформлении командировки за границу получать визу у представителя ФСБ, одно время этого, после 91-го года этого не было, а потом появилось, были и масса других, пусть мелких, но таких достаточно неясных признаков того, что ситуация меняется, раз, что возвращаются некоторые порядки свойственные Советскому Союзу, в том числе контроль органов безопасности над университетами, над академическими институтами, были конкретные сюжеты, связанные, например, с делом одного сотрудника Института Соединенных Штатов, которого совершенно незаслуженно обвинили в шпионаже и посадили на 10 лет. Целый ряд других моментов, ну, были, я помню разговор один с тогда с ректором ему, он проучил написать какую-то там бумагу относительно этого, ну, какие-то соображения, я написал в духе такого раннего Путина необходимости поддерживать и нормализовать отношения с Западом, вообще сотрудничать с Западом и так далее. Он эту бумагу отверг, сказал, ты уже несовременно как-то неслишь. современное мышление уже тогда было совсем иным. И вот возникло ощущение, что Советский Союз возвращается, ну, и это было одним из, ну, главным, собственно, главным аргументом пользы того, чтобы уехать. вы уехали по работе, ну, в смысле, вы сменили одну работу на другую? Да нет, просто появилась возможность пару лет поработать в Лондоне, ну, значит, вот этой ситуации я воспользовался. Ну, по работе, да. Ну, да, а потом уже окончательно приняли решение не, значит, искать возможность жить и трудиться в Европе. Если отмотать еще на несколько лет назад, вот, приход Путина, как вы восприняли? С одной стороны, там, ну, страна, может быть, устала от Ельцина, который, в общем, уже и не функционировал так, как глава государства, особенно, в последние годы, ну, и был кризис, и все такое, в 98-го года. С другой стороны, выходят из спецслужб. У вас какие были ожидания с Путиным связаны? Ну, я должен признаться, вот первые два года пребывания Путина у власти, его внешняя политика казалась мне вполне разумной. Но надо сказать, тут ведь, что происходило тогда, в конечную, но в конце Ельцинского периода главной угрозой считалось возвращение к власти компартии во главе с Зюгановым и в союзе с, в общем, достаточно мощной такой группировкой, хотя и не формальными, но многочисленными группами, некоторые формальны, некоторые нет, значит, военных, в том числе, ну, прежде всего, отставных военных, разного рода, так, можно сказать, политологов или людей, называющих себя политологами, которые выступали за реставрацию, ну, за реставрацию Советского Союза, за реставрацию империи, по-разному, одни называли это империей, вот давайте вернемся к Российской империи, будем пользоваться ее какими-то терминами, символами и так далее, другие настаивали на советской символике, левые коммунисты, и вот в этой ситуации Путин выглядел как-то, ну, наиболее приемлемым, и первые два года, ну, если посмотреть на то, что он делал, да, действительно, он говорил о том, что нужно, нужно, Россия вообще, говоря, может вступить в НАТО, подписал соглашение СНВ, СНВ-2, несмотря на очень жесткие сопротивления, очень жесткие сопротивления военного руководства, он установил очень приличные отношения с американским президентом, выступал в Германии, ну, то, что немцы тогда очень высоко оценили, выступал в Ванде Стаге на немецком языке, все оказалось хорошо, вот пришел более или менее разумный человек, да, у него его бэкграунд, конечно, вызывал вопросы, но оказалось, что вот его политика все-таки более или менее разумная, при этом многие считали, многие считали, что вот это некий такой российский, ну, если не пиночет, то что-то вроде, то есть человек, который будет жесткими мерами вводить и рынок, и устранять вот эту опасность со стороны левых и со стороны националистов, и в этом смысле считалось, что даже вот такой авторитарные тенденции, они, в общем, во благо, а не во вред. Но ошибаемся. Продолжим дальше про Владимира Путина с вашего позволения. Как по-вашему, что с ним произошло, почему сейчас он воюет с Украиной? Ну, люди, которые с ним разговаривали, я имею в виду те, которые написали об этом что-то или рассказывают что-то конкретное, они утверждают, что он с самого начала был одержим идеей восстановления Российской империи в той или иной форме, форме Советского Союза или Российской империи в виде империи Романовых, ну, что-то в таком духе. И это было одной из его установочных каких-то идей, которые он считал для себя очень важными. И, видимо, это же было важно для тех людей, которые составляли его окружение. Но при этом был период, видимо, был период, когда он рассчитывал, что Запад пойдет ему навстречу в обмен на, ну, скажем, на какие-то шаги в сторону Запада, когда сделал несколько действительно важных шагов, и не только символических, в сторону Соединенных Штатов, в том числе разрешил пользоваться авиабазой под Ульяновском для полетов в Афганистан уже после 2002 года. Но не получилось. И вот постепенно накапливались всякого рода обиды на Запад, предположение о том, что Запад склонен к тому, чтобы минимизировать влияние России. И, видимо, ему об этом постоянно говорили, постоянно писали в этих красных папках донесения всякого рода разведки и военных. Ну, это вот первое. Второе, я думаю, что у него просто произошли какие-то и чисто психические изменения, он потерял ощущение реальности. Где-то это, видимо, произошло когда он во второй раз решил избираться, ну, не избираться, а после Минвидева, когда он решил вернуться на пост президента. Видимо, в то время уже у него были какие-то искаженные представления о себе, о своей роли в истории, о том, что представляет собой Запад, не случайно после этого, после возвращения, после возвращения на трон, он как-то очень, очень стал жестко выступать. Хотя, в общем, если вспомнить то, что он говорил в 2008 году, был саммит НАТО в Бухаристии, и он там присутствовал. его тогда приглашали на этот саммит, после этого была встреча с лидерами страны НАТО, и он тогда американскому президенту Бушу сказал, что ты хочешь, Джордж, Украина как государство не существовало, это не до государства, это половина это Россия, половина это что-то такое там, то ли Польша какая-то, то ли еще что-то. Я думаю, что для него само по себе существование Украины как независимого государства было отрицанием, опровержением всех его установок, всех его представлений о том, что хорошо, что плохо, а после 2014 года, после того, как Янукович сбежал, он вообще Украину возненавидел. У него такое же отношение было, лично было и до сих пор видимо сохраняется к Саакашвили, он ненавидит и все, а здесь он ненавидит не конкретного человека, а ненавидит страну. И вот одна из его сверхзадач заключается в том, чтобы Украину как независимую страну, как государство, как некое общество, отличное от России, уничтожить отсюда идеи денацификации и прочее. А как по-вашему, он сам считает, что он в Украине воюет с Западом? Ну, во всяком случае, когда он начинал эту войну, сейчас-то это очевидно, учитывая рамки и масштабы помощи, да, которые Запад оказывают Украине. Когда он начинал эту войну, он тоже воевал с Западом? Я думаю, что ведь тут нужно вспомнить, что перед войной он выкатил очень жесткий ультиматум Западу, замминистр иностранных дел Рябков сказал, собирайте монатки, выбирайтесь, то есть уходите, НАТО должно уйти со всех своих позиций после 97-го года, то есть фактически оставить беззащитными и Прибалтику, ну, Балтию, точнее, и Польшу, и дальше там Чехию и так далее. То есть вот это была попытка добиться некой капитуляции Запада, основанно исходя из того, что Запад слабого, Россия сильна, и одновременно, вот одновременно в это же время готовилась война с Украиной, которая должна была по мысли Путина привести к тому, что Украина как государство перестала бы существовать. И отсюда да, эти две вещи у него были, как я думаю, связаны вот изначально. Занять победа в Украине должна была стать первым шагом к тому, чтобы добиться капитуляции Запада и очень сильно изменить ситуацию в пользу России и ситуацию в Европе. Ваш прогноз на эту войну? Прогноз простой. Я думаю, что победа России невозможна. Другой вопрос. В какой форме, на каких условиях, когда будет окончена война, то есть окончены боевые действия, начнутся какие-то, будет достигнут какое-то соглашение о перемирии, вот все это будет зависеть от того, как сложится ситуация осенью, смогут ли, скажем, смогут ли вооруженные силы Украины отвоевать, скажем, Херсон и некоторую часть, может быть, не всю, и закупированная часть Запорожской области, одержать победу на юге, если это возможно будет, тогда будет ясно, что Россия потерпела колоссальное поражение, и тогда, видимо, уже придется на Москве договариваться, на новых условиях, на условиях, которые устроят Украину. Если же этого не произойдет, тогда война затянется, и война будет вестись до того, как до того момента, когда Россия поймет, что дальше, ну, российское руководство, российская власть поймет, что шансов на победу нет. Но шансов на победу, в конце концов, конечно, нет в России. Вопрос в том, сколько, что останется от Украины после результате войны, что будет разрушено, что будет, что подлежит восстановление, где может пройти какая-то линия перемирия. Все это пока покрыто мраком. Как по-вашему, ну, поскольку живете в Европе и вообще вы наблюдаете наверняка за европейской политикой, удастся ли Путину убедить Европу, не знаю, расколоть Европу, расколоть НАТО, Соединенные Штаты с тем, чтобы выгодить себе наилучшие условия выхода из этой войны, с тем, чтобы, скажем, получить, условно говоря, Минск 3-0? Нет, не думаю. Я думаю, что вот на саммитах Большой Семерки и НАТО в общем принято решение о том, что Россию нужно поставить на место и минимизировать угрозу, которая от нее исходит. Вопрос в другом. Сейчас расходится позиция западных лидеров относительно, ну, лидеров различных западных стран относительно того, как минимизировать потери самого Запада. Одни считают, что нужно идти очень решительно до конца и не обращать внимания на экономические и прочие социальные трудности, которые возникают в результате реализации санкций. Другие, видимо, в Европе есть такого рода люди говорят о том, что нужно в общем не отказываясь от этой конечной стратегической цели как-то более или менее больше обращать внимание на собственные потери и постараться свести их к минимуму. Что касается общества, по моим предположениям, по моим наблюдениям, в Европе понимают в общем, в массе своей, что от России исходит угроза, эту угрозу нужно ликвидировать. Ну, не военным путем, конечно, потому как все все то, что связано с повышением цен, обычные бытовые вещи, на бензин, на продукты в магазинах, на счета за газ приходят, за электричество в полтора-два раза больше. Но это, как я предполагаю, как я понимаю, это считается более или менее приемлемой платой за то, чтобы добиться полной энергетической независимости от России раз, чтобы Россия не могла, ну, или Путин, Россия, как угодно, в данном случае скорее говорят о России, чтобы Россия не могла шантажировать Европу, чтобы не повторялся вот этот шантаж газовый и прочий. От этого нужно избавляться. Дальше искать возможности сам, но не самообеспечения, а обеспечение энергии без России. Есть очень мощный фактор солидарности с Украиной, это связано, ну, в том числе и с позицией средств массовой информации, если по телевидению показывают каждый день удары по и разрушенные дома, удары по городам, плачущих детей, там, ну, все эти ужасы войны, все это, конечно, действует, тут ничего сказать нельзя, и в принципе подавляющее большинство, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, подавляющее большинство людей сочувствует Украине и, в общем, готовы терпеть. Ну, я не знаю, насколько долго, но, тем не менее, пока, да, пока готовы терпеть. Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, кроме того, что на многочисленных каналах, включая и мой, комментируете, значит, ход войны в Украине? Ну, если говорить о постоянных занятиях, значит, я регулярно пишу, немножко работаю там, как и редактор, журнал «Русское слово», это журнал, который издается в Праге, его, вот, чтобы все было ясно, его финансирует чешское правительство. То есть, это не тот журнал, который во множестве финансировались такого рода публика, но не такого рода русскоязычные публикации российскими посольствами. Значит, этот журнал принадлежит организации, не то, что принадлежит органу организации под названием «Русская традиция», это организация, появившаяся где-то в начале, ну, где-то лет 30 тому назад, как организация русской, тогда русской эмиграции, в Чехословакии, потом в Чехии. Этот журнал вполне такой нормальной направленности, и, кроме того, я постоянно сотрудничаю с «Радио Свобода», пишу для них, и уступаю время от времени, ну, плюс разного рода еще там консультации. Вы сейчас не преподаете? Сейчас нет. Скажите, последний вопрос, вы хотели бы вернуться в Россию? Я не представляю себе возвращения в Россию, к сожалению, наверное, но вот реакция российского общества, особенно реакция российского общества на войну в Украине убедила меня в том, что в этом обществе жить будет очень трудно, если вообще возможно. Считайте, что мы можем себе представить, какова реакция в России на события в Украине? Это не то, что нам хотят показать, это реально то, что мы видим? Ну, ведь, а что значит реально мы видим? Мы видим, что антивоенных выступлений практически нет, что люди, которые как-то хотели и могли выступать со своей позицией, с антивоенной позицией, они, в общем, в подавляющем большинстве уехали. Коллеги, люди, которых я знал, ну, из тех, кого я знал и уважал, не уважаю, в общем, в основном уехали. Осталось один-два человека по личным причинам видела, которые молчат. полагать и в России невозможны изменения, которые бы и, ну, изменения, я имею в виду, во власти, которые бы привели к изменениям во взглядах в обществе? А я не вижу сил, которые могут привести к таким изменениям. Ну, посмотрите, оппозиция, оппозиционные силы, ну, кто кого мы можем назвать сейчас в России? Есть, наверное, люди оппозиционно настроенные, но это отдельные люди, а оппозиции, как более или менее организованной, сплоченной политической силы в России нет. Я не верю в политическую, политические перспективы яблоко, как я и не очень симпатизирую его руководство, особенно вот после известных заявлений Григория Алексеевича, да, по поводу Навального. Единственная реальная фигура политическая, с моей точки зрения, которая может иметь какую-то перспективу, если выживет, это Алексей Навальный. Его точка зрения, мне, лично он не симпатичен, но его позиция политическая, могла бы, может, вызывать вопросы, но тем не менее, это единственный лидер, который может теоретически претендовать на политическую роль. Но даже если произойдут какие-то изменения во власти, власть вместо Путина будет кто-то другой, это будет нечто похожее, наверное, на то, что произошло в 1953 году, десталинизация, которая потом, в общем, завершилась Карибским кризисом и прочими, то есть, да, смена персональная, может быть, смена политики, я в этом, смягчение политики, да, люди могут пойти на остановку войны в Украине по необходимости, но вряд ли они смогут и будут хотеть и мочь изменить всерьез политику России, вот в это я не очень верю. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Юрий Федоров, ну вот теперь у вас есть ответ на вопрос, кто такой этот Юрий Федоров, и если кто-то будет спрашивать, достаточно просто отослать ссылку на это видео, это отличный повод поставить лайк, а чтобы не потерять этот и сотни других хороших роликов и трансляций, просто подпишитесь на мой канал. Все инструменты, материальные помощи, включая подписку на Патреон и Бусти, вы найдете в описании этого канала, а также работает кнопка супер, спасибо под этим роликом. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин